Ужасающая находка. Во Львовской области там обнаружили огромный скотомогильник. Останками животных буквально завалены 3 гектара земли. Кто свозил рога и копыта на несанкционированную свалку и чем она грозит экологии региона? Галина Якушко расскажет подробнее. Не мусором единым, очевидно, прославится Львов и Львовская область, но еще и новой шокирующей находкой. Возле села Баянец, отсюда всего полсотни до областного центра, активисты нашли скотомогильник. Здесь горы костей, копыт, шкур и даже целые туши мертвых животных. Все это занимает почти 3 гектара земли. Откуда здесь появился могильник? Местные активисты уверены. Останки сюда свозят жители близлежащих сел, торговцы мясом. Скот привозят из соседних сел и областей. Отходы переробки тваринной продукции они должны куда-то сдевать. До того они вывозили частично на Жоковскую филю и ДП Украинский завод. Но так как там нужно платить за переробку и за авторизацию тваринных решеток, то они вывозят их сюда на данный период и не нужно, то есть экономят деньги. В том, что в словах активисты есть доля правды, местные жители не отрицают. Тут много предпринимателей, которые забывают скотину. Может такое быть? Ничего не может. Что мы говорим? Они могут вывозиться в лес, да? В лес? В лес нет. Там специально выглядят территорию. Ага, где это есть? Прямо. Прямо за хатами. Прямо возле скотомогильника река, которая впадает в западный Буг, а потом течет в соседнюю Польшу. Загрязнены ли вода и окружающая среда на территориях вокруг скотомогильника, уже выясняют экологи. Параллельно пытаются установить тех, кто привез и просто бросил под открытым небом кости и туши животных, вместо того, чтобы дать на утилизацию. Тут есть бирки, бирки, залишки животных. И будет четко, мы выясним, какая это животная, с какой семьи, с какой родины. И уже тогда сможем, после проведения соответствующих заходов оперативникам, вживать соответствующие действия. Пробы грунта и воды вблизи могильника уже передали на экспертизу. Результаты будут готовы только через две недели. Экологи беспокоены, ведь зима подходит к концу, начинается потепление, туши и останки начнут разлагаться. И вспышки инфекции не исключены. Ведь заставить убрать останки хозяев забитого скота, если таковых все же удастся установить, практически невозможно. Их всего лишь оштрафуют, если так, решит суд. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львовская область.